По предварительным соглашениям, которым мы заключили с Министерством Сельскохозяйственной Федерации, выделяется 970 миллионов рублей из федерального бюджета и чуть больше 80 миллионов рублей из республиканского бюджета. В общей сложности 1,5 миллиона рублей мы освоим. Господдержка подразумевается там все, и растеневодство, и животное. Все направления, вы знаете, что с первого раза 2017 года вся поддержка была объединена в 5 больших направлений, и из 54 вида поддержки были объединены в 5 больших направлений, и из них, не 5, 7 больших направлений, из них по 5 мы получаем поддержку, и как раз это поддержка растеневодства, животное, так называемое, единое субсидия, это мелиорация, это несвязанная поддержка, это условия развития территории, как раз включает вот эту сумму. А скажите, по итогам селекторного совещания, в этом году на годное предметование, 5% ставка, сколько будет выделено? Предварительно на Республику Камык выделено 1 миллион 100 тысяч рублей на погашение процентной ставки. Это не сам кредит, это погашение процентной ставки. Поэтому мы просили 3 миллиона 800 тысяч рублей, но пока предварительно 1 миллион 100, мы дальше будем работать. И думаю, в течение года, если мы будем эффективно осваивать средства, то эта сумма будет увеличиваться. Но это очень маленькая сумма. Вы знаете, я скажу, по прошлому году мы получили лимит в субсидии на 2 миллиона 300 тысяч рублей, из них освоили все 508 тысяч. То есть загвоздка в том, что люди не подходят под категорию претендующих? Люди, дело в том, что в банках очень жесткие требования, поэтому не все проходят, у кого-то есть задолженность, у кого-то кредитная история используется, у кого-то нет залоговой базы. И поэтому не все претендующие именно на получение льготного кредита могут его получить. В прошлом году в... Стоп! А что, работаешь? Это же есть. А вы знаете, что 100 миллионов в этом году не запланировано, на 100 миллионов не запланировано в этом году на льготное кредитование? Сам кредит. Сам кредит имеют. Сам кредит, если у нас будет сельхозтовопроводители получать, если у нас будет большее число получателей кредит, мы будем работать с местными средствами, и эта цифра будет увеличиваться. Я вам говорю, что на сегодня вот в банках, в Россельхозбанке всего 4 заявления на 11 миллионов рублей. Еще они пройдут, не пройдут, только есть заявления. В прошлом году у нас было 43 претендента, которые подали заявку на получение льготного кредита, из них всего 10 человек получили кредит. А в прошлом году господдержка сколько составила? Миллиард же? Миллиард 319 миллионов у нас была государственная поддержка, в том числе, и плюс еще 41 миллион нам наполнительные дали, миллиард 360 миллионов и 79,5 миллионов было из республиканской бюджеты. То есть в этом году получается сокращение, да, миллиард 50? Ну, вы знаете, дело в том, что в прошлом году было 523 миллиона запланировано на инвестиционные кредиты. А дело в том, что да, это не была государственная поддержка. Если так разобраться, чисто на поддержку именно отраслей сельского хозяйства, в республике было направлено 911 миллионов рублей. То есть 911 миллионов. Причине есть? Да. А скажите, вот теперь какие поручения того глава именно по этим вопросам? Ну, республика поручил отработать, во-первых, проработать с нашими сельхозтоваропозводителями, проработать возможность увеличить число заявителей на получение льготных кредитов, проработать с банками. У нас в министерстве создана рабочая группа именно по реализации механизма льготного кредитования. Вместе в состав рабочей группы уходят у нас представители банков, и Сбербанка, и Росфильхозбанка, председатели ассоциации «Кристиан Фирмс» хозяйства Мудаева, Валерий Николаевич, и сотрудники министерства. И мы отрабатываем все вопросы по прохождению документации, по получению кредитов, мы отрабатываем рабочую группу. А какие-то новые направления есть в УТФСе в этом году? Ну, что можно сказать, снова продумать? Все то же самое. Жирафу не будем уращать. Сразу тоже не будем уращать. По итогам селекторного совещания, ХАТУ, или как его, да? ХАТУ, замладу. Вы уже сказали, что 22 января уже такой конкурс. Начнется реализация механизма, то есть уже начнется выделяться финансовое средство на получение льготных кредитов. Кракосрочных льготных кредитов. До 5%? Да. До 5%. Это в феврале уже, да? 22 января уже начнут выделять субсидии. Но прежде чем получить субсидии, надо заключить соглашение. Как за 22, если у нас месяц не отработан еще механизм? У нас пока заявок нет. Механизм отработан. Готов. В принципе, мы подаем. Нам миссия, банк дает заявку. Люди просто не верят, уже устали и не идут на это, так? Ну не надо так мрачно. Нет. Все, я глубоко зашла. Тогда все смущаете, да? Просто они, может быть, не уверены в том, что... И провокциозу просто не надо. Нет, нет, нет. А как мы не звоним из банка, что-то можно сделать.